Девушки отдыхают Удачи во всех делах и неизменно позитивного настроения и бесконечной энергии И в эти праздничные дни мы постараемся сделать ваш отдых более интересным, познавательным и приятным Как я люблю Новый год и вообще праздники Это атмосфера бесконечного веселья, музыки, разные вкусные напитки Но после каждого такого веселья на утро ждет расплата, похмелье и состояние полной разбитости И Новый год здесь не исключение К сожалению, это действительно так А ведь так было бы здорово проснуться на утро после вечеринки бодрым, веселым и полным энергии Пока такое невозможно Даже незначительные дозы алкоголя это всегда стресс для организма Что бы ни говорили любители аперитивов А в случае таких праздников, как Новый год, на утро нужно принимать решительные меры Какие именно? Расскажем дальше Большинство из нас на утро после праздника идут прямиком к домашней аптечке И выбирают одно из чудодейственных лекарств, которое, как там кажется, спасет нас от головной боли и чувства разбитости Не стоит спешить с аптечкой и сильными средствами, они никуда не убегут Скорее всего, через некоторое время после приема вам станет легче Но действие препарата закончится в самый неподходящий момент И снова по тому же кругу Примите для начала двойную дозу простой аскорбиновой кислоты, той самой аскорбинки Она связывает токсины, которые накопились в организме, способствуют их уведению Кстати, в обычной жизни аскорбиновая кислота, она же витамин С Встречается во многих фруктах и ягодах, такие как киви, смородина, апельсин, грейпфрут Поэтому за неимением лекарственной формы съешьте пару киви или апельсин и сразу станет легче Следуя знаменитой заповеди лечить подобное подобным Многим покажется удачной мысль принять медицинскую дозу алкоголя, чтобы прийти в форму Но уже не раз доказано, что облегчение это мнимое и кратковременное Еще и есть риск плавно перейти в новое застолье Тогда достичь выздоровления станет совсем уж сложно Так что лучше заварить чай, да, обычный черный чай В свежезаваренном чае много витамина В1, кофеина и тонина, которые освежат голову и взбодрят тело Добавив в чай лимон, вы усилиете его действие аскорбиновой кислотой И облегчающий эффект не заставит себя долго ждать Следующим шагом на пути приведения себя в форму станет тонизирующая ванна С добавлением эфирных масел, лаванды и розмарина Дело в том, что теплая вода с такими добавками способствует усилению работы почек Что приведет к более быстрому выведению из организма токсинов И вы почувствуете длительный эффект Эффективна будет и соляная ванна Для нее потребуется пол пачки соли на ванну с умеренной теплой водой Стоит отметить, что долго лежать в ванне не рекомендуется 15-минутной процедуры будет вполне достаточно Нет сомнений, этот пункт в нашей программе быстрой помощи себе любимому понравится всем без исключения Витаминами обогатились, чай выпили, ванну приняли Теперь у вас должно появиться желание глотнуть свежего зимнего воздуха Коньки, санки, снежки или просто размеренная прогулка – все пойдет на пользу Прилив кислорода заставит кровь лежать быстрее и насыщать внутренние органы Во время прогулки можно сделать нехитрые упражнения При этом следует глубоко дышать и задействовать дыхание мышцы живота Этот прием усилит работу печени и почек, что в данном случае немаловажно Одной из главных причин утренней и послепраздничной разбитости является неправильное распределение жидкости в организме В одних органах ее больше, отсюда отеки, а в других – острая нехватка, что является причиной неприятной сухости во рту Восстановить баланс поможет любая газированная минеральная вода За счет пузырьков углекислого газа она быстрее поступает в кровь и очищает внутренние органы от продуктов распада алкоголя и пищи Минералка стимулирует и выделение желчи, что также играет важную роль в восстановлении сил и общего тонуса Заранее создайте стратегический запас воды и вопрос утреннего упадка сил будет закрыт На утро после праздничного застолья мысли о еде одни из самых сложных Удивительно, что накануне мы с таким аппетитом пробовали все блюда, а интерес к некоторым из них проявляли несколько раз И все же, как бы ни было сложно, желудок надо запомнить Не до отказа, конечно, но пренебрегать здоровой трапезой не стоит Есть несколько блюд, которые славятся своей способностью возвращать утраченную бодрость Во-первых, обычная овсяная каша В ней много витаминов группы В, а также кальций, магний и железа Вторым из рекомендуемых блюд станет яичница Дело в том, что в яйцах содержится огромное количество таурина, который активизирует работу печени На третьем месте по полезности бананы, киви и шпинат Рекордсмены по калию, которые незаменимы в улучшении работы почек, печени и сердечно-сосудистой системы А также повышают ясность ума и общий тонус организма Неужели такие простые и нехитрые советы помогут избавиться от похмелья? Помогут, хотя, конечно, не сразу, но на следующий день вы уже точно будете в полном порядке Но можно к этому отнестись по-философски Похмелье, расплата за веселье накануне А это интересная идея, надо над ней подумать Подумайте и вы, не пейте много, с Новым Годом! И до встречи завтра на телеканале Десна ТВ Субтитры создавал DimaTorzok